Славься Бог Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей прошлой передаче мы начали разговор об истории храма святых мучеников Адрианы и Наталии на французском бульваре в городе Одесса. И в частности мы говорили о замечательном человеке, благодаря которому был построен наш храм, о купце Матфея Федоровича Маврокордата. Сегодня мы продолжим наш разговор об этом выдающемся человеке и в целом об истории нашего храма. Принять участие в нашей беседе любезно согласился заместитель главного редактора газеты «Одесские известия» Виталий Сочалов. Добрый день, Виталий! Добрый день, отец! Скажите, пожалуйста, Виталий, насколько правдоподобна легенда о том, что под полом нашего храма находится склеп родителей Маврокордата? Она более чем правдоподобна. В отчетах попечительства о слепых указано, что церковь Черни должна была быть закончена к дате 25-летию смерти отца Матфея Федоровича. То есть он в канун 25-летия планировал перенести отца. Также в отчетах встречается информация о том, что ежегодно после освящения храма в храме служились панихиды по родителям Маврокордата. И они служились в апреле и в мае. Это дни, когда почили отец и мать Матфея Федоровича. Кроме того, уже в 80-е годы, после очередного пожара, когда церковь была в запустении, Игорь Михайлович бесчастно со своими студентами работал в храме. Делали архитектурные чертежи по будущему восстановлению. И он видел две надгробные плиты в верхней части храма. То есть в подвал они не спускались. И они лежали поперек. То есть с учетом того, что храм сориентирован на юг, они лежали как раз правильно. Он точно со 100% вероятностью не помнит, в какой части храма. Он так даже немножко пугается своей догадки. Но память ему подсказывает, что он их видел в центре храма. Но человеку 91 год, он может, конечно, уже ошибаться. Поэтому точно он гарантировать не будет. Но до 80-х годов эти плиты еще были. Это очень интересно, потому что мы об этом ничего абсолютно не знаем. Скажите, Виталий, вот вы упомянули интересную черту нашего храма, что он построен алтарем на юг, а не на восток, как большинство православных храмов. Чем это можно объяснить? Он сориентирован на восход солнца. Анатолия по-гречески это восход солнца. Дело в том, что строили его греки. То есть Матвей Федорович считал себя наследником Византийской империи. Также остальные греки чтили центр христианского мира, Константинополь. В начале XIX века даже информация, что в Одессе действовала анатолийская ложа, объединяющая греков во главе Федора Даканаки, родственника Матвея Федоровича. Целью деятельности которой как раз было возобновление христианской веры на территории Византийской империи. То есть возвращение христианства в Константинополь и в Анатолию. Поэтому ориентирован он, исходя, видимо, из этих соображений, на центр христианского мира, на Константинополь, на Анатолию. Там же, кстати, рядом и родина Матвея Федоровича, благоустроителя храма, Хиос. И еще один вопрос, связанный как раз с этой темой. Как вы считаете, насколько оправданы претензии современных греков на то, чтобы передать им те храмы города Одессы, которые изначально строились на деньги греческих купцов? По всей видимости, здесь может идти речь только о Свято-Троицкой церкви, потому что храм Адриана и Натали, а раньше Павла и Натали, он был построен как дар, он не был в аммофоре греческой церкви. Поэтому, говоря о Свято-Троицкой церкви, намерно имеет смысл упомянуть, что Александрийское подворье добровольное в 1999 году передало Одесской епархии. Ну а если вспоминать историю, то в 1807 году, когда храм был построен и освящен, один предел, освященный в честь Перидона Тремифумского, был отдан для служб на греческом языке, два остальных продолжали службу висеть на церковно-славянском. Поэтому в этом плане тут, наверное, все-таки надо разумно подходить к этому вопросу, потому что в Одессе за многие годы сложилась паства у этого храма, есть люди, которые связывают свою судьбу с ним, и просто так рвать эти нити нельзя, надо очень аккуратно к этому подходить. Полностью с вами я согласен. Виталий, от одного коренного одессита я слышал, что в советское время, когда они были еще мальчишками, они через подвал храма святых мучеников Адриана и Натальи спускались в одесские катакомбы и выходили далеко где-то вообще от этого места. Скажите, вот то, что в подвале храма есть выход в катакомбы, это было изначально предусмотрено проектом или впоследствии этот вход появился? К сожалению, чертежей церкви мы не нашли до сих пор. Есть только макет церкви в коллекции Игоря Михайловича, правнука, строителя церкви, Гайдугова Федора Осиповича. Он ничего об этом ходе не знал. То есть дополнительные подкопы, которые могут повредить храму, делать нецелесообразно, поэтому я не думаю, что это было как-то изначально запроектировано. По всей видимости, это потом со временем каким-то образом, для каких-то целей, которые не были первоначально связаны с окормлением слепых детей в училище слепых. А какова ваша позиция в бесконечном споре о том, кто же был все-таки архитектором храма Адриана и Наталья? Отчеты в этом плане точно говорят, что это Лев Влодок. То есть в нескольких местах упоминается комиссия, которая занимается храмом. Он строился же несколько лет, поэтому в нескольких отчетах это прослеживается. И везде в комиссии архитектор и инженер только один. На приемке храма, безусловно, уже присутствует епархиальный архитектор. В газетах при сдаче храма две фамилии. По всей видимости, это внесло путаницу. Интересный факт, что в тот же год Лев Влодок сдал другую еще жемчужину города Одессы. Дом с двумя атлантами на Гоголе. То есть он тоже в 1999 году был закончен. Это общеизвестное здание. Но мало кто знает, что это один и тот же архитектор. Один и тот же архитектор в один и тот же год. Вместе с церковью Адриана и Наталья. Как вам кажется, может быть вы согласны с таким мнением, а может быть и нет, что архитектура храма Адрианы и Натальи это пример удачной эклектики? Или все-таки можно отнести к какому-то определенному стилю? Зная предысторию вопроса, понимаешь, что у благоустроителя храма Матфея Федоровича Мавра Кардата был, конечно, посыл к архитектору построить храм в византийском стиле. Тут как бы двух вариантов быть не может. Но сам архитектор мог внести какие-то особенности. И этот храм поэтому и узнаваем и отличается от всех остальных. То есть этот храм ни на что не похож. Поэтому в этом плане, конечно, сказать 100%, что это византийский стиль, наверное, сложно. Имеет смысл, наверное, считать, что это такое достояние Одессы, уникальный храм с запоминающейся архитектурой. То есть я сам не архитектор, поэтому этот вопрос не сильно меня интересовал. То есть я в полемику по этому вопросу не вступал. И очень сложно по нему до конца, так сказать, расставить все точки над «и». Вот у нас есть здание городского совета. Это полная копия Александровского дворца в Санкт-Петербурге. И можно точно сказать, что это классицизм, так же, как оригинал и здание городского совета. Наше же здание церкви Адриана и Наталья уникальны. Поэтому в этом плане пусть эксперты спорят. Оно будет нас радовать. Но я не знаю, как вы, но я не видел нигде такого храма больше, как Адриана и Наталья. Чисто визуально он, по-моему, неповторим. Да, да. Вы знаете, я тоже не видел. Он, безусловно, на храм Софии в Константинополе отдаленно похож, но, безусловно, он уникален. Он в один в один ее не повторяет. Расскажите, пожалуйста, о строителе храма Федоре Осиповиче Гайдукове. Интересная личность, строительная история Одессы. И человек, благодаря которому храм до сих пор нас может радовать. Он сам выходец Бессарабии, из семьи государственных крестьян. Он выучился на каменщика. И в Одессе очень стал популярным строителем. Его во всех подрядах отличала надежность, порядочность и требовательность. Он очень скрупулезно подходил к подбору материалов. И это многим нравилось в истории городского строительства. Краевед Сергей Решетов, когда писал книгу о Морозли, городском голове Одессы, сделал такое замечание, что Фил Росипович наиболее предпочтительным строителем для Одессы, для благотворительных строительств, которые устраивал городской совет на Дернинге Морозли. Он многое построил. Он строил церковь. Одновременно в это же время он строил гостиницу Лондонская. Совершенно разные архитектуры, совершенно разные материалы. Но профессионализм его и его команды позволил сдать оба здания в срок. И, что самое главное, они прошли испытанием времени. Интереснейший факт из его деятельности, как он относился к камню, за что его, собственно говоря, и ценили. Оказывается, у него была своя методика выбора ракушняка. Он из всех каменоломен предпочитал Касперовскую каменоломню. Там самый древний ракушняк на близлежащей территории. Но даже ее камни он в конечном итоге закалял. То есть он выпиливал, потом выстраивал их на палеты, ориентировал порозии ветров, чтобы они в течение года проветривались. Как объяснял Игорь Михайлович, в этот момент камень укрепляется углеродом. То есть вообще ракушняк интересный камень. Если его смочить и нагреть, он может превратиться в известняк. То есть это может быть каша. А если его определенным образом обработать под температурой, давлением и вот с помощью воздуха и воды, он может стать мрамором. То есть вот в этом и задача мастера сделать из ракушняка такой надежный камень, чтобы он мог не бояться ничего после того, как он поставлен на свое место. И кстати, свидетельством качества подбора камня, умелой работы с ним является судьба храма. Храм пытались убить. То есть крыша была дырявая. Это вот видно на фотографиях 35-го года. В храме была вода. В храме регулярные были пожары. То есть архитекторы советского периода не понимали, почему храм стоит. Он должен умереть. Он должен начать сыпаться, крошиться и закончить свою жизнь. Но несмотря на это, он пережил несколько пожаров. И он радует нас до сих пор. То есть это все заслуга Федора Осиповича. Он помимо строительных работ, также известен берегоукрепительными. Он строил гидротехнические сооружения на Малом Фонтане вместе с Зуевым и с Михаилом Федоровичем Бесчастным, тогда руководителем строительного комитета. То есть его профессиональный опыт высоко ценился в городе. Поэтому очень повезло, что он приложил свою руку к строительству храма. Полностью согласен с вами. А правда ли, что Гайдуков мог на глаз определить, сколько раз просеян песок для строительного раствора? Да, это не легенда. У него на стройплощадке была будущий архитектор Одессы, Лидия Михайловна, его внучка, которая наблюдала эту картину, как он, приходя на стройплощадку в 6 утра, мыслил песок во рту. Оказывается, он проверял кислинку. Если песок хорошо промыт, он не кислит. Если он кислит, значит, надо промывать. То есть он не только к ракушечнику, он ко всем стройматериалам относился очень скрупулезно и дотошно. Игорь Михайлович отмечал идеальнейший порядок в его кабинете. После того, как Федор Осипович ушел, жил у него, и он говорит, что все было строго на своих местах. Он прожил длинную жизнь. Он прожил 93 года. То есть человек был такой сильной волей, и Господь хранил его. А вот об этом, если можно поподробнее, где закончилась жизнь Федора Осиповича? В Одессе, в Одессе. И, кстати, он прожил бы еще дольше. К сожалению, трагическая случайность не позволила продолжить полноценную жизнь. Он попал под трамвай, но железная машина не приняла его. Решетка вытолкнула его из-под колес. Но нанесен ушибы, уже стареющему организму не позволили оправиться, и он через несколько лет ушел. Но, Игорь Михайлович говорил, он до последних дней любил очень острую пищу. Он, если крошил красный перец в первое, его никто, кроме него, есть не мог. И это уже в 93 года. То есть очень был серьезный такой мужчина. Как Вы считаете, Виталий, можно ли утверждать, что Федор Осипович Гайдуков был лучшим строителем в Одессе в свое время? Наверное, правомочное такое заключение, потому что собранные нами материалы говорят о величайшем опыте Федора Осиповича. То есть у него были свои наработки в камне. У него были свое видение того, не только как его закалять, какого он должен быть размера, как он должен быть уложен. То есть архитекторы с ним советовались, принимали его заключение для исправления проекта как должное. То есть он занимал очень серьезное место в жизни города. Даже, можно сказать, он был лучшим среди строителей того времени. То есть это была такая эпоха Гайдукова. Тем более приятно, что именно он был строителем нашего храма Адрианы Анталии. Скажите, Виталий, какова Ваша точка зрения на выбор места для нашего храма? Что повлияло именно на это? Ну, храм строился как домовая церковь при училище слепых. То есть основная была задача окормлять слепых и слабовидящих. Поэтому этих соображений, исходя из того, как были уже расположены на территории ранее построенные объекты, мы выбрали оптимальное место. То есть, ну, конечно, надо сказать, что не только презреваемые в училище слепых ходили в храм. И даже первое время там решетки не было. То есть храм жил полноценной жизнью. У него была пазма, был приход. То есть в этом плане, наверное, тоже первоначально у строителей это имели в виду на перспективу. Вот на сегодняшний день дворик нашего храма довольно-таки маленький. А как изначально все это планировалось? Какая была территория храма? Ну, вот на фотографии видно. То есть, получается, территория храма, она не отделялась от училища слепых. То есть видно, что он находился на одном пространстве. То есть двор церкви переходил дальше уже перед главным корпусом слепых. А там уже рядом и общежитие. То есть, кстати, здание которого сейчас не сохранилось. То есть там оно очень разумно, так это пространство было использовано. А когда перестал существовать этот период для слепых? В середине 21-го года их перевели оттуда в детский дом номер 2, тоже на французском бульваре в районе Удельного переулка. Для храма это никак не сказалось. То есть он продолжил работать. Единственное, что, конечно, на жизни храма это повлияло, потому что дети имели хорошие голоса. И они были певчими в храме. И, конечно, храм лишился этих замечательных детских голосов. Так а как же не могли петь, если они были слепыми? Как же ноты, тексты? Вы знаете, они не просто пели, они на хлеб себе зарабатывали этим пением. Есть в отчетах информация. В 1915 году они за определенную плату пели в других церквях. И отчет это приводит как доход, в целом полезный для попечительства при презрении слепых. То есть они не только иждивенцы, но и какой-то получают доход. Вы знаете, когда Господь что-то отбирает, Он что-то и дает. То есть слух обостряется. Мне сложно сказать, но я знаю по этим отчетам, по военному периоду, попадалась информация о том, что хоры слепых активно в пропагандистских целях оккупационные власти использовали для концертов на предприятиях, в парках отдыха, показывая, как они заботятся о слепцах. То есть эта данность вот так имела место. То есть как они этого добивались, это уже заслуга учителей. Но там, конечно, были подвижники. То есть некоторые учителя из отчетов видно с первых дней до конца жизни. Это очень интересно. А как вам кажется, можно ли считать случайным совпадением то, что великий офтальмолог Владимир Петрович Филатов стал прихожанином именно храма святых мучеников Адрианы и Наталии? То есть того самого храма, который изначально строился для приюта для слепых? Я думаю, это не случайность. Он в Одессе был с 1903 года. Он, приехав в Одессу, наверняка знал о училище слепых. Он наверняка бывал там. Он писал диссертацию, наверняка тоже там, так сказать, какую-то имел клинику. Он не мог, попав на территорию этого училища, остаться равнодушным. Видя отчеты училища слепых, сердце трогает любовь, с какой относятся и члены Попечистского совета, и преподаватели к этим презреваемым. Поэтому, возможно, даже молодой Владимир Петрович как-то первые уроки заботы там получал. И вот так, прикипев сердцем, он, возможно, потом добился того, что и клиника стала рядом располагаться. И, безусловно, храм он полюбил в ту пору. Говорят, что вначале, когда храм вот только построен, над входом в храм находилась икона «Христос, исселяющий слепого». А что известно о последующей истории этого образа? Да, действительно, в материалах освещения фигурирует информация о этой иконе. Но вот описи изъятия ценностей 2 мая 1922 года, ее уже нет. То есть в середине 1921 года училище слепых переехало. Что, так сказать, процессы происходили там в церкви, тоже нам не все открыты. Потому что гонения на церковь уже несколько лет шли. Но вот факт, что в 1922 году ее уже не было. То есть эти материалы есть, вы можете с ними сами ознакомиться, их могу вам предоставить. Известно, что во время одного из своих приездов в город Одессу государь-император Николай II лично посетил французский бульвар. И по его высочайшему распоряжению впоследствии бульвар был расширен. Может быть вам что-нибудь известно, заходил ли царь лично в наш храм или нет? Есть информация о том, что он был в Одессе 7 раз. Несколько раз он проезжал по французскому бульвару. Безусловно, в 1915 году, когда он проезжал по французскому бульвару, акцентировали внимание на храме и на училище слепых. Потому что в этом году общежитие училища слепых было отдано для госпиталя. То есть он как раз тогда инспектировал госпиталя в Одессе. То есть рядом с храмом был, так сказать, обращал на него внимание, заходил ли. Такой информации нет. К сожалению, пока нам удалось получить точный храминометраж только по 6 его посещениям Одессы из 7. То есть вот насчет 7 у нас пока нет информации. То есть есть сведения точные, что он был 7 раз, но в газетах пока наши помощники нам помогли найти только 6 посещений с детальным хронометражом, где, когда. Спасибо, Господи, Виталий, за очень интересную и содержательную беседу. Я думаю, что в нашей следующей программе мы обязательно продолжим разговор об истории нашего храма. Спасибо, Матер Дмитрий. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя. Праздник всех святых в земле российской просиявших был восстановлен в 1917 году Московским собором. Его празднули через две недели после Троицы. Установление праздника имело глубокий духовный и национальный смысл. Русский народ оказался на исторической грани, между концом Свято-Руси и началом боговорческого государства. И в этот момент церковь обращала внимание на вечную защиту нашу, на бесценную сокровищницу русского православия, собор всех его святых. От равноапостольных Ольги, князей Владимира, Александра Невского, Сергия Радонежского до Серафима Саровского, Амруся Оптинского и многих-многих святых в русской земле. Окаянная смута была и наказанием, и испытанием, и очищением, как и последовавшая за ней Великая Отечественная война. Ее начало совпало в 1941 году с Днем всех российских святых. Эти годы стали мощным испытанием духовных сил народа, но именно в военной лихолетии началось возрождение церкви, которая перед войной была почти уничтожена. К 1941 году в живых осталось всего четыре архиереи, а на всей территории России действовало всего 120 храмов и ни одного монастыря. Для сравнения, на присоединенных территориях Прибалтики, Буковины, Западных Украины и Белоруссии, не испытавших власть Советов, действовало 3000 приходов. В годы войны был избран патриарх, выпущенный из лагерей священники, открытый храм. Так уж получилось, что великое бедствие спасло церковь от уничтожения. Огромный духовный подвиг совершил во время Великой Отечественной войны русский святой Серафим Вырицкий, в прошлом богатейший купец, до революции ушедший в монастырь. Подражаясь святому Серафиму Саровскому, он тысячи дней и ночи молился о спасении России. И в дождь, и в холод, и в зной он стоял на камне в саду в этом своем молении. Известно, что в самой Вырице, под Петербургом, где жил старец, не пострадал во время войны ни один дом и не погиб ни один человек. Один молитвенный за страну может спасти все города и веси, говорил Серафим Вырицкий. О промысле Божьем над Россией свидетельствовал и другой факт. В 1945-м взятие Берлина пришлось на праздник Пасхи и День Георгия Победоносца. День Георгия Победоносца